Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Музее Победы на экспозиции Моторы Войны. Первая часть нашей экскурсии посвящена советской технике. И сегодня мы с вами познакомимся с редкими, уникальными автомобилями Советского Союза. В 20-е годы начинается массовое изготовление автомобилей в Советском Союзе, а к 30-м годам уже начинают производиться образцы специально для армии. Первый автомобиль, который мы с вами сегодня рассмотрим, это бронеавтомобиль БА-64. Этот бронеавтомобиль начинает изготавливаться в 1941 году по инициативе конструктора завода ГАЗ Грачева. Базой этого автомобиля служит советский внедорожник ГАЗ-64. Этот автомобиль был надежный, прочный, но имелся у него один недостаток. Его колеса были расположены близко друг к другу. И иногда на особо крутых поворотах он мог перевернуться. И вот, чтобы этого не случилось, в 1943 году его модифицировали и выпустили бронеавтомобиль под названием БА-64Б. Всего с 1942 по 1946 год было изготовлено более 9 тысяч таких бронеавтомобилей. Следующий автомобиль, к которому мы с вами обратимся, это полубронированный гусеничный тягач Т-20 Комсомолец. Т-20 Комсомолец изготавливался специально для перевозки 45-мм орудий, а также солдат, которые этим орудием управляют. Пушка крепилась к тягачу сзади, а солдаты из боевого расчета сидели на специальных деревянных скамейках. Для защиты от врага лобовая часть тягача была укреплена мощной броней. Также в лобовой части был расположен пулемет Дегтярева. Всего таких тягачей было изготовлено более 8 тысяч единиц. Однако к началу Второй мировой войны их производство было снижено, так как срочно потребовалось изготовление легких танков. Еще одним не менее известным экспонатом, с которым мы с вами сегодня познакомимся, называется танкетка Т-27. Она сделана по образцу английской танкетки «Карден Ллойд» в 1931 году. Эта танкетка использовалась в основном для разведывательных целей. Всего за время ее изготовления было выпущено более трех тысяч таких автомашин. Эта танкетка использовалась для подавления восстания басмачей в Средней Азии. Однако к началу Великой Отечественной войны эта танкетка Т-27 была признана устаревшей. И поэтому их все отозвали с передовой. Пожалуй, самым знаменитым советским грузовым автомобилем является ГАЗ-ММВ, легендарная «Полуторка». «Полуторкой» этот автомобиль называли потому, что его грузоподъемность составляла полторы тонны. Однако, конечно, он мог возить и больше. Например, с прицепом его грузоподъемность достигала трех тонн. Эти автомобили были очень популярны в Красной Армии, и страна очень нуждалась в них. Поэтому их производство не останавливалось ни на один день. Однако, в сложных ситуациях их производство упрощалось. Например, обычные двери заменялись брезентовыми. Но когда ситуация улучшалась, двери, конечно, возвращали. Однако, зачастую они делались из дерева. Всего за время Второй мировой войны легендарных «Полуторок» было изготовлено более 60 тысяч экземпляров. А теперь, друзья мои, мы с вами сейчас увидим автомобиль, который тоже в народе получил забавное прозвище. Я сейчас говорю о первом советском полноприводном внедорожнике, который называется «ГАЗ-64». В народе этот автомобиль получил прозвище «Козленок». Все потому, что у него была очень неустойчивая база. И во время езды по военным ухабистым дорогам от каждого попадающего под колесо камня он подпрыгивал совсем как козленок. «ГАЗ-64» был разработан специально для командного состава. Он возил командиров Красной Армии. Однако, в условиях войны выполнял он и другие функции. Например, он вполне мог служить в роли артиллерийского тягача. Или перевозить солдат. Бойцы очень любили «ГАЗ-64» за его прочность, надежность и проходимость. Ему не страшны были ни грязь, ни пески, ни снег. Даже немцы, если «ГАЗ-64» попадал к ним в руки, старались использовать его в своих целях. Еще один легендарный автомобиль, с которым я вас хочу познакомить, называется «ГАЗ-20 Победа». Автомобиль «Победа» изготавливается с 1941 года. Правда, тогда изготавливались только опытные образцы. За основу кузова взят немецкий автомобиль «Опель Капитан» образца 1938 года. Во время войны этот автомобиль изготавливался на Горьковском автомобильном заводе в очень тяжелейших условиях. Немцы непрерывно бомбили завод, подозревая, что мы на нем изготавливаем бронетранспортеры. Однако, уже 19 июня 1945 года два опытных образца были представлены товарищу Сталину. Сталин одобрил массовое производство этих автомобилей. Автомобиль оказался настолько удачным, что его стали продавать в западные страны. В 1951 году в Польше открылся второй завод по изготовлению «ГАЗ-М20». Однако, в Польше он носил другое название – «Варшава». И производился до 1973 года. В Советском Союзе изготовление «Победы» прекратилось в 1958 году. Дорогие друзья, вы внимательно слушали нашу экскурсию? А давайте проверим. Сейчас вам нужно будет ответить на три вопроса. Первый вопрос. Что могло произойти с бронеавтомобилем БА-64 из-за его близко поставленных колес? Второй вопрос. Как в Польше назывался автомобиль, изготовленный на базе М-20 «Победа»? И последний вопрос. Какой грузоподъемностью обладал автомобиль «Полуторка» с прицепом? На этом, дорогие друзья, наша экскурсия заканчивается. Спасибо вам за внимание.